Между тем, пенсии и пособия казахстанцам государство будет выплачивать своевременно и в полном объеме, несмотря на колебания на нефтяном и валютных рынках. На эти цели в бюджете предусмотрено более трех триллионов тенге. По словам первого вице-министра финансов Берика Шолпанкулова, цена на нефть в 30 долларов за баррель не является сильной угрозой для Казахстана. Реагировать на непростую экономическую ситуацию в мире в правительстве страны намерены в соответствии с планом, принятым в декабре 2019 года. По завершению первого квартала этого года будет уточнен бюджет. Львиную долю средств направят на выплату обязательных платежей, поддержку собственного производства. А расходную часть планируют оптимизировать. В первую очередь сократят лишние затраты госорганов проведения имиджевых мероприятий, отложат и реализацию ряда инвестпроектов. По словам министра национальной экономики Руслана Доленова, резерв сокращений бюджета предварительно оценивается от 100 до 300 миллиардов тенге. По зарплате бюджетных организаций в прошлом году, с 1 июня, в бюджетной сфере была на 30% повышена заработная плата. С 1 июня 2020 года также была в среднем на 30% повышена заработная плата бюджетной организации. Поэтому в текущем году это будет зависеть от возможностей бюджета. Второе, касательно частных организаций, конечно, здесь для нас будет стоять задача сохранения рабочих мест, в свое время выплаты текущей заработной платы. Что касается индексации пенсии и пособий в связи с изменением курса валюты, оно будет зависеть, индексация, я уже сказал, что если в последующем уровень инфляции будет выходить за запланированный коридор, то индексация размеров пенсии и пособий будет произведена. Большая часть продовольств товара, по информации Министерства сельского хозяйства, отечественная, производится здесь, привязана к местным ресурсам, поэтому в результате изменения именно курса доллара к тенге изменений быть не должно. Что касается непродовольственных товаров, техники, электронной техники, фармации и так далее, где производство внутреннее либо отсутствует, либо не на должном уровне, конечно, влияние курс будет оказывать, но здесь мы проходили это и в 2009 году, и в 2016, оно разнонаправлено. Во-первых, существует институт контрактования, контрактование.